здравствуйте это передача полчаса о вере я и ведущая людмила максимова сегодня у нас гостях юрий деккер художественный руководитель театра студии встреча в городе орске вы должны показать им просто дорогу сказать вот та дорога ты хочешь выбирай очень не выбирай они знают закон божий они знают евангелие но в сердце я как-то пустота ко мне во время процесса видно что они взгляд меняется и даже сами мысли у них становится немножечко другие что позволяет делать делать мне кажется эти работы все которые мы делаем это это в проком не здесь сейчас это на будущее здравствуйте юрий очень рада приветствовать вас в нашей передаче полчаса о вере заметил что после ваших спектаклей что остается цвета чувства и кажется что ребята проходят большой путь изображая жизнь героев и будто бы они концу приходят к покаянию к осознанию чего-то важного как удается играть такие сложные роли школьника на то есть сложность честно здесь вот в этом плане с ними работы с подростками в этом году 2000 и 2019 году будет ровно 10 лет мы сотрудничаем с подознанием только духовно сотрудничаем с батюшкой до этого я был не подсоком человек и сейчас это сказать иду потихонечку какого-то этого по пониманию и веры и я думаю что это все шлейф вот общение с батюшкой сколько за 10 лет с отцом сергием парадом да мне все спрашивают как вот вы с подростками обращаетесь именно общаемся разговариваем это на самом деле такая маленькая какая-то вещь но она очень важна подросток потому сейчас у его понимание он такой всегда категоричному возрасте надо находится когда есть кто-то от них все время требует родителей хороших оценок в школе это страшно слове г а в студии он перед приходит конечно большинство приходит и с улицы и хулиганов приходит очень много и вот мы также садимся и разговариваем надо даже репетиции останавливаем где-то не идет и мы возвращаемся в их детство находим какой-то корень проблемы как индивидуально индивидуально конечно иногда это сострадает революционный процесс он и так у нас маленький мы никак профессиональном театре который может с утра до вечера репетировать это приходит 6 до 9 и пока мы это часто находится в разгоне так называемые проблемы свои лишние отпускаем приходит после репетиторов иногда голова забивается и и душу к шамане до достоевского здесь вот так мы садимся разговариваем иногда находим этот корень общения их проблемы иногда приходится еще с ними общаться в общем все через общение идет просто разговариваем иногда иногда это на самом деле такое лекарство для них мы сейчас приступили к достоевскому как лёша карамазов говорит в конце камушка как бы важно в жизни направить хороших воспоминаний что потом когда при каком-то каких-то сложностях уже паспоследующей вернуться то в то в то состоянии когда когда-то 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 был нужен когда тебе все не болело когда у тебя душа сколько становиться становилась просто сказать вот на это нас на нас на на стаде просветления находилась и как это как это важно быть нужным кому-нибудь и вот в общении завязывается от это вот эта необходимость друг друге то есть я не завишу они от меня зависит она конечно зависим от того материал который нам на самом деле я вот и каждый год подхожу к сезон и думаю чтобы им дать иногда в голову ничего не приходит ходишь и будешь по городу и находятся материал сама книга теперь идет и думаешь ну значит и и без благословения конечно большим никакую работу мы не начинаем делать а как отец сергий участвует в ваших постановках очень скромно тоже него не пламывается и как я говорю вот мы у нас есть такой план лишь бы это все было как сказать в человеческом духовном смысле нет не извращала еще еще более нашу жизнь который очень много искушений здесь я с одного подростка когда он особенно когда у нас город мама маленький а им кажется что он такой большой самом деле не буду податься кроме знаете каких-то искушений очень-очень хороших иногда это удается не дает к сожалению за студии жизнь намного для них она кажется динамичнее интереснее динамичнее интересен тема там тоже шок шины достает как вам дают сюда на эту сторону их завлекать можно сказать или ну почему для них это важнее оказывается репетирует шок шина нежели пойти куда-то со сверстями до до этого на самом деле я не устраиваю такие творческие семинары чтобы они сами готовили а главное там теме теме чем хотел шок шинского достоевский и вот надо хоть они для них это все скучно но по крайней мере начинает немножко заражаться все все это работой и им как и назначально докажешь очень далеко где-то где-то жил жил свою свою эпоху и все так сказать у нас у них у них другие ценности а потом мы находим что ценности и там и там просто одинаково просто формат или форма существования была там одна из другая а зерно на самом деле и плюс когда разбираем рассказ сам эту ныше это про твою жизнь после не рассказал твою историю про родителей про про совесть уже там же причинить скил шушин весь у нас соткан из этого полотна правды совести чести и окажется все но на самом деле рядом все истории принципе тебя и я подбираю материал и например я что касается до сказок каких-то даже такой же новогоднего формата я пишу сценарием сам то есть отталкиваясь от и характера и что там находить где-то показать ему что ты тут это ты это твои проблемы твои добродетели не начинаешь и так и начинает даем ты как бы через всегда же оголенное состояние себя намного за закрывает а тут есть определенная маска твоя родная который вот у нас они и конечно да и и открывать да и им говорю вручи давать через эти вот через вот он персонажа мы придем вот к твоему разрешению к тому лекарству который мы вот будем подбирать потому что детки иногда в духовном плане и искалечены даже я вот я не имею права как-то как-то влезть туда но раз игры раз тебя кто-то привел сюда там бог привела листы там не веришь в него и другие эти значит нужно где-то здесь отработать вот отдать все это когда начинает отдавать и когда они видят то что зрители реагируют и потом все аплодируют и они понимают что они очень важную вещь делают что оказывается этот синтез зрителей их он как-то получается и наконец-то вот это состояние нужности к ним приходит и они потом уже не могут без это некоторые приходят из колледжей и после них не идут по своему профи хотя я предупреждаю что это актерский труд но он очень на самом деле трудный и не всегда честно а в больших городах это даже вообще от лукавого идет когда там надо себя показать и вот известность получили не то что что-то вот тебе дал бог вот эту энергию вот это кусты до твои добродетели ты должен отдавать кто-то кто-то это осознанно ну сказать и идет соглашается соглашается кто-то хочет через 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 студию про пролезть вот я их подготовил они поступили театральные там и известность хотя я говорю тоже мы какие-то вещи с вами берем а но если мы работаем вот на такой светлый путь да он и будет светло когда вы вот этим эти материалы которые мы с вами накопили будете заниматься продаванием себя от своего лица и это превратится в некий яд который который к сожалению мы знаем большинство артистов чем за за заканчивает вот алчности и мы все в этих вещах говорим или сам когда выпустился театрального института и работала искал себя больше думал о себе как вот и меняем от реализовать свои все что мне дали далее а надо думать о чем а больше либо что боков всегда говорил своим ученикам глагол главный отдать конечно отдавать все это все же не твое все бога пришло и это не наше кто кто-то это может делать кто-то не может именно раз ты пришел раз это получается за 200 человек ты можешь брать внимание на своей роли значит это нужно и посмотрите сколько сколько людей выходит немножко так ночка стревожных после спектакля я стараюсь вас спектакли больше как-то на монологов вы выстроиться как-то вот на диалогах между ними тем более мы за мы это с подростками работаем и им легче подростку подростку рассказать нежели выйдет какой-то умный дядя со званием заслуженного артиста федерации и будет повествовать или глагольствовать какие-то истины хотя сам иногда после после театра идет не знаю куда а когда тут они они подростки ему 17 лет и этим 17 лет им легче сказать это все именно только самое главное не навязчиво а то мы можем настолько испугнуть человек что он не только в храм не придет вообще никуда не буду ходить вот вы говорите с детьми о боге а вот именно вот такой язык а как вы считаете вот какой способ вот самый такой может быть и эффективны то что ли доходчивый именно но от этого разговора такого чтобы привести ребенка к христу мы конечно каких-то при примерах можно приводить я вот не дам тоже для себя сделать такую это вывод что что на самом деле сейчас так мы кричим что у нас так мало героев каких-то ему так навязчиво их вот так сказать придумываю на самом деле все так рядом тоже шукшин на ноги герои и сором на теницы ценностями говорит в любом случае он сейчас мне это кажется что при прямым ходом идти богу или ребенка вести мне кажется он даже показать вам просто дорогу сказать вот тогда дорога ты вот ты хочешь выбирай хочешь не выбирай но мы должны что ну что толкать храм и конечно мне кажется со сам сам человек мне кажется надо очень осторожно в этом плане можем просто посломать ту же психищу к ребенку если мы будем на ногащу к этому вести сама степень культуры она она работает независимо от нас часто что дети я знаю многие те которые они знают закон божий они знали вам ангелия но в сердце я как-то кустам ко мне пару ребят привели с воскресной школы и сказали что немножечко они это все не педагоги испугали и сам ребенок когда вот видит слышу там бухает у него немножко с дерзаном состоянии на находится совершенно неправильно ведь реакция да они прям неправильно и и думаешь ну думаю как как в этом плане я же не психолог не родители которые мог может это сказать тем более вот я немножко третись стороны лица мог просто через работу через искусство но у вас все дети соглашаются с удержанием то есть маленький принц заканчивается большим полмонолог да в конце который сродни молитве вот насколько я помню давно смотрел все дети согласны что вот они это принимают сейчас они не понимают не понимают а я сразу сказал что то что мы сейчас делаем а вы не ищите в разуму что что это правильно же неправильно когда это закончится когда снудра студии закончится вы вырастите из нее пойдете уже по персональному это пути когда вы поймете чем вообще вы обладали это всегда почему-то это основание приходит немножко чуть попозднее пока это работает то что вы этот реакция идет вы радуетесь этому а потом это ну так чтобы это играть это же надо понимать да во своем и если бы мы например отталкивались бы а сам обузе перри мы заблудились в таких дебрях а мы взяли то что мы понимаем по параллельно что что я понимаю то что я могу объяснить вот поэтому пока и не чехова не берем меня не островского показывает мне пальцем что зачем такой материал берешь а иначе никак почему никак если мы взяли какую дефектную грамоту зачем-то такой смысл ребенку что-то это да-да давать лучше дать по крайней мере его спасет где вообще звучит слово совесть сегодня мало сейчас мы ненадолго прервемся после чего продолжим разговор с юрием деккером а вот замечали как меняются дети после очередного спектакля да особенно мне очень нравится процесс процессы когда мы репетируем не сами результат на самом деле очень жалко иногда подпускать спектакль знаете как вот родил ребеночка делала обу ценности имеет и тут надо показать на народу его народ показать и боишься как его оценят будет ли смеяться и мне очень нравится что они в процессе репетиции побольше взгляд меняется даже осознание даже смотришь и слушаешь их разговор что тут ты поступил так а я не а я не пошел например да вот хорошо как он через вода через вот этот материал что человек раз и и и и не прикоснулся к тому плохому в жизни которые происходят да да и вот во время процесса видно что они они взгляд меняется и даже сами мысли у них становится немножко другими когда шукшина мы делали и были какие-то нотки даже в их диалогах шукшинские где-то ирония где-то окрасились где-то посмеивались над собой и они же понимают что они я и говорю понимаете вы такие люди какие можно сказать миссии миссионеры такие вот не не в дипломах а просто специалисты людей одним одним жестом вашем одной роли могут за вами пойти чем да и взрослым и детьми можно добродетели сделать как всегда же можно от всего отказаться все все это то есть профессиональные артисты они опасятся к этому не так и еще деньги за получение тут ничего не получаешь кроме аплодисментов иногда я думаю что их держит именно так вот со своими этими доводами на них наседаю они терпят же это все они терпят они боятся меня предать потому что моя вера в них она намного больше так у меня нет своей семьи все в них вложено и я им говорю я вот 24 часа с узких живу вами чтобы подобрать какой-то материал чтобы даже может быть где-то вовремя тебе от привет приходящего поезда отогнать я не видит мою 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 доверие к ним они боятся больше больше предать меня чем это настроение не испортит поэтому я говорю как относитесь к спектаклю так и вы относитесь ко мне вот очень тяжело работать детьми вот говорите да и сегодня одно что-то не случилось другое нужно найти ключ к настроению почему вот вы выбрали такую жизни можно было бы наверное жить собой быть актером или режиссером там взрослого театра почему такого сложного получилось это я выбрал профессия на самом деле изначально учился медицинской академии в оренбурге хотел стать врачом не я хотел стать врачом хотела чтобы я она почему-то хотела меня видеть именно чтобы я в отдельном кабинете люди ко мне обращались и здесь вот 2004 году как так раз вот еще что-то произошло все я подумал что я не своей жизни живу какой-то какой-то каком курсе он был это было на третьем да и вот нашел здесь людей в орске которые мне подготовили и я очень признателен первую руку из театра студии встреч я не был прямым его учеником просто брал уроки чтобы не подготовил он сказал очень мало времени было апрель а в мае уже было ехать поступать поступать и вот как-то и все программа нашлась и мы поехали москву но он нам нам я очень благодарен то что мы первый день не поехали в столицу но поехали в звенигород старостриджевский монастырь я там был он был руководителем ученик щукинском училище учился и что-то один то что по щелчку и ушел в монастырь и он воспринял и эти два дня подготовки к поступлению были там в кельях жили и монастырь очень древний там еще напалеон останавливался когда на москву ушел и я первым моим слушателем были монахи они сделали делали шашлык из рыбы кушали я программу читал костер и вот эти два дня то что он боялся что мы немножко потеряемся москве с провинции поле не как сказать были в столице первый раз без без родителей без родителей так случилось поступили я думаю что вот вот в этом помогло степенение какой-то а потом потом я после питера тоже походил походил и вот операция вернулся ворск пошел к первому руководительству в студии и он говорит ну поехали к батюшке одному среди так мы с отцом сергей познакомились как бы вот новый сюда этап он всегда был связан непосредственно и я сейчас для себя осознаю что это на самом деле ниточка оттуда идет то есть вы сюда приехали но вы еще не думали да что будете руководителем не это все случилось тоже с фонтаном после смерти руководителя того коллектива что я возглавляю уже матчика позвонил надо делать бери коллектив как вы это восприняли страшно конечно только с вашей поддержки иначе я бы на может быть не согласился и вот здесь впервые мне студии помогла не думать только о себе такая как у зюкере есть даже когда-то себе думать столько детей поэтому нас сначала было 14 а сейчас нас около 60 разрослись в их такой в атмосфере любви тепла светлых чувств воспитываете на спектакль а потом они выходят в эту жестокую среду у них появится иммунитет есть хоть какой-то на какой-то период жизни я на самом деле не оказываются беззащитные откажутся к они звонят и плачут иногда что их не понимают и значит на правильном пути находишься это они они понимают что вот они здесь нужны они здесь как сказать одни там уже так формата звезд здесь звездочка там конечно они называют на звездном поле и она где-то где-то среди тысячи до 10 на них все время обращаются а там приходится за это внимание бороться здесь я борю за их внимание а там приходится иногда они не понимают почему там такие люди жесткие были случаи когда вот реально поцерковляются потом ребята просто церкви начинают по крайней мере мы уходим на большие праздники раньше мы хотели все церкви человек 14 приводили и на пасху и на жительство они спрашивают поедем кто-то говорит не поедем не поеду ну ладно едете хоть два-три человека хорошо в этом плане душа надо на касаться осторожно тоже мы должны сами 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 себе принять его и с ним крайне показать вот есть тот путь и тут есть спасение а хочешь ты спасаться или не хочешь любом случае ты я все время девочкам говорю о сарам брали или поздно придете но почему тогда приходите в церкви когда когда-то когда плохо когда плохо мы его ругаем когда плохо мы приходим просто так приходим же к вам просто так приходит через те же тоже быть материал наверное дети в нем не меньше чем взрослого на самом деле нуждается столько страхов в этот период комплексов даже мы взяли такую материал один раз оскар розовую даму когда мальчик пишет письмо к богу но он пишет с претензией почему он поболеет и только в конце когда уже на дрель лежит он понимает ради чего вообще послали ему болезнь чтобы спасти душу свою мне кажется самое самое главное и в шукшине мы говорим чтобы света но мы только находимся в пути к святой душе может быть и закопченный где-то изначально и будет жизнь вас коптить коптить но вы знаете что вспомните свою работу мне кажется эти работы все которые мы делаем это это в проком не здесь сейчас это на будущее я иногда говорю это предательство будет очень часто они еще сильно так сказать передают иногда я вот всю себе ругаюсь то что я не могу им простить потому что они прошли через такой материал и мы даже прошел через через что что ты такой почему это все потом когда он когда у него своя семья там у него изникает у меня потом пишет прости прости я был неправ что-то пересмотрел спектакль увидел себя другим совершенно кем я вообще откат от которого я тебя отошел вот может быть всегда очень страшно если честно брать такую ответственность я немножечко так боюсь ее всегда что-то не то сказать что-то вот как-то из испугнуть тонкую грань какую-то и тоже году все поступили значит можно доходить спокойно я буду выспокоен когда не может быть это пенсии пенсионного возраста для живот это в нужности в этой профессии да может быть и успокоить сам следишь за ними не вне все не всех не всех принимать сказать что должны быть прекрасные воспоминания детей в будущем которые могут спасти как алёша сказал то есть те кто работают с детьми они как в процессе так но и сеяние да а плоды могут когда-то потом зайти на просто часто не понимают даже церкви зачем заниматься молодежь они все равно сейчас там пойдут туда-сюда все это забудется или там бывает руководители теряют какой-то надежды что ли когда видят что одно и сказала я все равно не понимают вот что вас поддерживает в работе я еще на все что через них через их призму через их вот через этих ребят смотрю на самом деле какой я еще и кем я могу могу вообще стать лишь понимаю что что у меня все ринга труд и загубил себе там как актер актер актерский талант себе и я анализирую и думаю я вот один выше на сцену а тут меня то они тоже выше и это все нужно и это когда-нибудь и когда-нибудь придет к чему-то не знаю я немножко футболист в этом плане эльтруист даже можно сказать я не держу эту мысль к чему это все должно привести что-то и до должности я думаю что где-то под конец пути мы с вами встретимся я вас как скажу ну наверно вот так вот к этому все путь к спасению юрина страшно отпускать выпускников столицу дико страшно даже потому что ну еще годик бы еще чуть-чуть поработать бы счет а другой степени включается до между но это же какой-то степень твой эгоизм не хочешь его отпускать потому что ты будешь жалеть себе что ты без него не сможешь потому что если не отпустишь не придет новый я иногда и ребят пускай легко что знаю то что они не на твое там делал каких-то плохих разное все будет я знаю где ты может где-то хоть хоть чем-то перед каким-то этим поступком установится так сделать как сидел это единственный главный результат работы благодарю вас за беседу я же прощаюсь с вами напоминаю что через месяц мы продолжим разговор о вере выпуски нашей передачи вы можете найти на сайте телеканал орт медиа 56 . ру и на сайте дмитриевского мужского монастыря города оренбурга димитрус точка ру до встречи друзья а